Всем доброе утро! Я сейчас еду в Орландо смотреть машину. Ну что, я возвращаюсь из Орландо, посмотрела машины. Мне сначала понравился один вариант, затем я села в другую машину и всё, я поняла, что вторая машина, она моя. Первый вариант могла бы взять в рассрочку, беспроцентную, потому что нашла дилера. Ну и вообще дилер этот продал мне мою машину и вот предложил два варианта. В общем, первый вариант он бы беспроцентную рассрочку дал бы мне, но второй вариант за кэш мне понравился больше. Поэтому я завтра еду забирать машину. И я такая голодная, я проехала два часа туда и теперь обратно возвращаюсь, встала в пробку, в общем, заехала в Пабликс, купила суши. И вот на парковке стою, ем суши. Очень вкусные, кстати. Пабликс нормально делает суши, более-менее свежие. У меня здесь лосось, авокадо и рис. Я так устала, я хочу спать. Наверное, по мне видно. А суши реально вкусные, ребят. Они вон с рыбой, авокадо и сверху вот это лук. По-моему, зажаренный лук в кляре посыпан сверху. Ну, короче, вкусные очень сушки. Еду я, еду и встретила кокосы продают. Я как будто бы в Мексике. Он по-английски вообще не разговаривает. Три доллара кокос достаю. Из широких штанин три бакса. Какой крупненький, хороший. Супер! Ура! Короче, один открыл, а второй я попросила, чтобы он мне орех не открывал. Саре повезу. Она удивится. Ну что, Сара, как тебе кокос? Нравится? Прямой ком из Мексики. Саре сегодня доставили посылку. И мы знаем, что здесь. Здесь написано, что открывать сразу, вот как получите. Мы знаем, что там. Что там? Ферма муравьев! Да, и вы увидите у Сары на канале, что там за ферма. Мы будем сейчас снимать видео специально для Сарыного канала. Так что переходите, я оставлю ссылку под видео на Сарен канал. Всем доброе утро. Я вернула машину свою, Херц. Вон она, арендованную. Ее даже не проверяют. Но потом по почте вам присылают, что да как, что не так. В общем, просто ключи возвращаете, и все, вам мозги не компасируют. Потом уже компасируют, когда будут ее проверять. И ваш депозит вернут вам. Либо полный, либо там за что-то вычтут. Но у меня вроде все ок. Я сейчас жду такси, Uber. И меня довезут до Тампы. А из Тампы я еду на автобусе в Орландо. Потому что в Орландо ехать 2 часа 20 минут. Я еду на Шаттлбассе большом. Онлайн купила билеты. Если вам интересно, я ссылку оставлю под этим видео, где я покупала билеты. Потому что там автобус ходит не только в Орландо, в Майами, в Нью-Йорк. Можно вообще везде доехать, и недорого. Автобусная станция в Тампе. Казах без понтов, без понтовый казах. Так, поздравьте меня. У меня теперь чисто национальная казахстанская машина. Toyota Camry. Действительно, у нас очень популярный в Казахстане Toyota Camry. Так что, ну у меня теперь в Америке настоящая казахстанская машина. Настоящий казахстанский отечественный автомобиль. Ура! Очень она мне понравилась. Я просто уже была во многих машинах. Я сидела в разных, я смотрела разные. Но такой вот не видела. И когда я в нее села, я поняла, что я ее очень хочу. Она моя и комфортная. Гибрид. Это гибрид. Это не простая Camry. Это Toyota Camry гибрид. Конечно же, она БУ, не новая. Сара ее еще не видела. Думаю, что ей должна понравиться. Видите, гибрид написано. Гибрид. Очень экономичная и милая, как мне кажется. Комфортная. Не все знают про то, что ходят регулярные шаттл-басы между городами. Санкт-Петербург, Тампа, Орландо, Майами и так далее. Большими городами. Даже в Нью-Йорк ходит автобус. Поэтому я оставлю ссылки под этим видео. Я нашла тоже их случайно в Фейсбуке. Там очень выгодно передвигаться. Именно если вам нужно куда-то далеко поехать, и у вас нет машины, либо вы хотите сэкономить, то выгодно на автобусе. Весь трэш американский собирается, конечно же, там, на вокзалах. Это ладно, упустим этот момент. Я уже с этим смирилась. Подумала, ну что, ладно, 2 часа 20 минут ехать, ничего страшного. Билеты покупаете онлайн удобно. Но когда вы приходите, вы не понимаете, куда вам идти, в какой гейт. Поэтому все равно приходится подойти к стойке информации. И самое последнее, то, что произошло со мной. Я пошла в автобус, как и все, в принципе, из моей очереди огромной. И автобус я вначале не видела, когда стояла в очереди. А потом, когда я зашла за дверь, уже там в другую сторону, я увидела автобус свой. Эту очередь в автобус. Я поняла, что этот автобус едет в Орландо. Я спросила, мне сказали, да. Пока я стояла в очереди, я увидела, что еще в очереди стоят пограничники, не пограничники, ну, в общем, проверяющие какие-то с пистолетами, с собакой даже были. Видимо, искали наркотики. Но это понятно, потому что на автобусе, это же дешевый вариант, могут ездить разные бандиты и преступники. Это понятно. Я себе стою в этой очереди, не думаю о том, что у меня что-то должны спросить. И что вы думаете? Меня, конечно же, спрашивает этот мужик с пистолетом в форме. Ну, видимо, он военный или солдат, я не знаю. Он говорит мне, вы резидент Флориды? Я сдуру говорю нет. Хотя, в принципе, по сути, я являюсь резидентом, так как я здесь живу. Я говорю, нет. Он говорит, а вы откуда? Я говорю, из Казахстана. А где ваш паспорт или грин-карта? У вас что? Я говорю, паспорт дома, грин-карты нет. Он говорит, туда идите в другую теперь сторону. Ну, поперлась я вообще сумасшедшая. Зачем я так сказала? Мне нужно было говорить, да, что я резидент, у меня тем более флоридские права. Подошла к другому человеку. Он тоже самое меня все спросил. Я говорю, нет. Я поменяла статус. Он говорит, сколько вы здесь находитесь? Я говорю, полгода. Он говорит, а вы по грин-карте, что ли? Я говорю, нет, а почему вы здесь? Что вы здесь делаете? Я говорю, работаю. Короче, я так испугалась. Я подумала, что все, я сейчас за машиной не поеду. Короче, кошмар. Он надавает... И представляете, у него был с собой вот такой вот аппаратик. Ну, как карту вы сканируете. Он свайпнул мои права. И там я увидела все о себе. Я поражена была. Там вылезла моя фотография, имя, фамилия, паспортные данные. Когда я въехала. Сколько раз я въезжала в Америку. Я это все увидела наглядно. То есть я поняла, что эта система, она единая. В аэропорту то, что вы там въезжаете, выезжаете, все видят, потому что это единая база данных. То есть я все это увидела, и самый страшный момент, мой статус, который изменился сейчас, он не обновился в системе. И это было самое смешное. Потому что он мне говорит, я не вижу, что вы поменяли статус в стране. Я говорю, я поменяла месяц назад. Хорошо, что у меня в телефоне был скриншот, фотографии этого, этой бумаги, доказательства. Я показала, говорю, вот я поменяла на ОВАН, я здесь смогу. Он посмотрел дату, что я могу здесь находиться 3 года. И он такой говорит, странно, но в системе не обновилось, типа, окей. Говорит, а чем вы занимаетесь, как вы работаете? Я говорю, я блогер. Он говорит, а, вы блогер, вы видео снимаете? Говорю, да. Он говорит, ну хорошо, ладно, все, идите. Это было ужасно страшно. И я кому не рассказываю, все говорят, не может быть, не должны спрашивать документы, потому что ты не пересекаешь границу. У меня спросили. Видимо, у меня на лбу написано спросить. Я боюсь. Короче, ребята, это было очень страшно. И я сейчас еду домой. Автобус, между прочим, был нормальный, комфортный, с кондиционером. Было написано, что будет Wi-Fi, но Wi-Fi не было. В общем, меня встретил дилер, который мне продал. Его зовут Герман. И, кстати, если вам интересно, то я могу поделиться его контактами. Также пишите мне на почту, и я могу дать его контакты. Герман занимается тем, что он продает машины, БУ. Ваши может продать машину, может вам продать машину, найти русскоязычной. И оформить все без проблем. Номера сделать, даже страховку поможет сделать недорого, сразу на месте. И самое интересное, у него бывают акции, что они могут финансировать и поддерживать беспроцентную продажу машин вам. То есть, кредит вам могут дать беспроцентный. Но это у них бывает редко, но бывает. Можно словить этот момент. Так что, если вам интересно, где я купила, что да как, где я, кстати, и продала, он нашел мне клиента на мою машину. Так что пишите мне на почту, я все ссылки оставлю под этим видео. И я сразу написала своему адвокату о том, что почему у меня не обновился до сих пор статус. Я слышала, бывают такие случаи, и обновляется статус системы. Меня не видно. Видно последний раз, что я в августе въехала, и все. А в августе, это было в прошлом году. В августе, по-моему, летом мы приезжали в Нью-Йорк. И почему-то только эта информация стоит у меня в системе. В этой системе всей. В общем, я написала адвокату, она будет узнавать. И вы мне спрашивали насчет адвоката моего, Юля, она медленно отвечает, да. У нее такая есть проблема, я, бывает, ей напишу, и она мне ответит через два дня только. Поэтому девчонки, если вы ей пишите, она вам не отвечает, то это нормально. Сегодня заглянула в почту, и наконец-то приехали мои Movie Path. Две карточки, которые я зарегистрировала на себя и на Сару. Дело в том, что эти карточки дают возможность ходить каждый день в кинотеатр бесплатно. Единственное, я плачу каждый месяц за каждую карту 9,98, почти 10 долларов. То есть 20 долларов за двоих в месяц. И безлимитный вход в кинотеатр по одному фильму в день. То есть все премьеры, все-все-все. Единственное, нельзя будет ходить в 3D и IMAX. Но это не страшно. Я могу в другие залы ходить. То есть каждый день я могу ходить в кинотеатр. Для меня это отличный бонус учить английский язык. И плюс ко всему наслаждаться премьерами в оригинальной версии всех фильмов голливудских на английском языке. То есть очень круто. Я вообще очень люблю кинотеатры. И завтра мы уже зарегистрировали эти карточки. Их через приложение нужно будет регистрировать. У нас еще осталось подождать 5 минут, и можно сделать чекин. Я делала регистрацию на двух разных телефонах, на двух разных устройствах, потому что две карты. Одна карта на меня, вот на моем телефоне, на другом телефоне на Сару карта. И на обоих нужно делать чекин. Когда вы приезжаете в кино, за 30 минут раньше не получится. Мы уже пару раз приезжали, и у нас не получалось. Надо только вот прям, чтобы 30 минут до сеанса, и тогда свободные места. Да, вот сегодня вообще людей нет. Когда забит кинотеатр, тогда здесь такие молнии красные, значит, повышен тариф, и надо будет доплачивать. А так бесплатно, видите, нет молний. Сара, пошли сейчас проверим наши карты в кино. Работают они или нет? Сможем ли мы купить билеты? Да, мы сегодня идем, угадайте, на какой мультфильм. Он только вышел. Там монстры, ни один, ни один. Угадайте, если стало, пишите, посмотрим в комментариях. Ну, теперь следующий, надо второй сразу. Никого нет. По выходным только аншлаг. Невозможно попасть. Ну, а что, нам можно ходить в будние дни. Пока рекламку смотрим. А у нас здесь попкорн домашний. Снова. Снова. Субтитры сделал DimaTorzok